Привет, дорогой друг! С вами, как всегда, ваш любимый друг Андрей и я, Никит Никитин. Сегодня у нас в гостях Андрей. Говорят, что это диван вопросов от родителей, потому что эти вопросы подготовил не я, а родители. Моя мама очень хочет услышать ответ. Расскажи о себе, о своей маме, куда ты идешь и откуда. Привет, меня зовут Андрей, я из Нижнего Новгорода, мне 27 лет, живу, люблю, служу. Я так понял, что ты покаялся в 21. Верно. До этого времени что происходило? У меня была обычная жизнь обычного парня, но что-то внутри меня жило и говорилось, что так жить нельзя. Интересно, совесть. Наверное, да. Ты знаешь, я, когда учился в школе, я таким был тихоней. Ну, я просто делал уроки и я либо... Мне либо предмет какой-то нравился в школе, либо не нравился. Какие нравились? То есть, английский, история и еще какие-то гуманитарные, но не математика и русский. Русский, наверное, гуманитарный, да? Ну да. Ну да. Да. Вот. И я видел, как я взрослею, как взрослеют мои одноклассники, и мы меняемся, мы там хотим быть стильными, модными, чтобы нас там уважали. Что-то пробовали, познавали этот мир. Но всякий раз, когда приходилось что-то, скажем так, что-то негативное, хотя всем казалось, что это классно. Например, не конкретно говоришь. Ну, например, там пришел такой момент, когда все раз начали использовать мат в своей речи в школе. Ну, бывало же такое. И у меня прям какой-то блок стоял. Я просто не мог ничего сказать. Ну, просто не мог. И мне, может, стыдно было, что ли. И вот, находясь в школе, и даже после, я так и не произнес ни одного слова. И я думал, почему... Ну, от нас, собственно. Да, 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 да. Почему, ну, во мне какой-то блок стоит. И ребята только говорили, да что такого, скажи там такое-то слово. Ну, без проблем. А я говорю, я не могу. Не знаю. И вот с таким грузом, скажем так, я прожил до 21 года, и потом я чудесным образом оказался в церковь. Что это за чудесный такой образ? У Бога есть чувство юмора, и я думаю, ты это знаешь. Он с меня смеется, говорит. Да, да, да. И на тот момент, когда мне было 20, и там уже близился 21 год, 22-й, мой брат, мой родной, младший брат, начал встречаться с девушкой из церкви. Хотя брат тоже был неверующий. И так забавно получилось, что однажды вечером мы сидим у нас в гостях, и она сидит у нас в гостях. Она говорит, слушай, Андрюха, я вот завтра в церковь пойду, ты не хочешь со мной пойти? Я говорю, ну, пойдем. А мне всегда было это интересно. Ну, го. Мне всегда это было интересно, потому что я же сказал, что мне нравился урок истории. А история, она так или иначе связана с религией, и вот она говорит, пойдем, вот у меня такая церковь, приходи, посмотришь. И на следующее утро мы пришли, но я как бы вот так вот сидел. Ой, мама, куда меня занесло? И несмотря на все мое вторжение, меня зацепило прославление и то слово, которое говорил пастор. Не помнишь, что это за слово было вообще? Честно, я не помню, но я думаю, блин, мужик хорошие вещи говорит. Класс, класс, надо еще послушать. В итоге я так с ней проходил, с братом с моим, три месяца. Потом у меня там кавардак в жизни случился. Как это обычно бывает. Да, 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 да. Я забил на все это дело, мой брат с ней расстался. И все, у меня началась обычная моя жизнь до этого. И раньше был такой мессенджер, популярный сейчас он тоже существует, Twitter. Не знаю, в Нижнем он не очень популярный, может, в Питере он вообще топовый. Ребят, везите Twitter. И раньше там выдавалось три близких человека тебе по духу. Типа, вот зайдите к ним в их профиль, тебе будет интересно. И раз, у меня там высвечивается три человека, а с рукой девчон красивый. Думаю, класс, ну нет. Вот так оно все и начинается. Да, да, да. Как поверить Богу, красивый девчон? Да. И я классаю, у нее там последняя запись, там, скиньте мне текст какой-то песни, и ссылка на ВКонтакте. Я перехожу, скидываю текст, там, чего-то, привет, там, все дела. Я увидел там сообщение в Twitter. Он говорит, о, класс, приходи в церковь. Я говорю, в какую? А в такую-в такую. Я говорю, блин, я же уже был. Ну ладно, приду. Ну. И когда я пришел, это уже была наша церковь, с братом и девушкой я ходил в другую. Ну, тоже протестантскую, но другая, маленькая такая, поместная церковь. Ну, не очень. Ну, обычная. Вот. И я пришел в нашу церковь, в посольство Иисуса, и что меня опять накрыло, это прославление. Я увидел команду, которая там служила, и они, я вижу, что они молодые, они горячие, они какую-то вот прям силу излучали, я не знаю, как это объяснить. Это просто, я глубоко в сердце детского, я хочу быть там с ними. Где-то вот глубоко в сердце хочу быть с ними. И прошло восемь лет, и как бы это странно не звучало, сейчас я лидер этой команды. Вот так, да. Вот так. И много прошло, много чего изменилось, я изменился. И я, когда пришел в церковь, я понял, что это то место, где я должен быть. Это моя семья, это мой дом. И самое главное то, что ребята, которые находятся там, они разделяют мою жизненную позицию. И это самое важное. Отлично для меня. Я вот как раз, ты, наверное, меня опередил, я хотел спросить про, занимаешься ли ты служением, но я думаю, даже мне больше интересно, занимаясь, ну, ты знаешь свое призвание сейчас? Я не могу сказать, что я знаю свое призвание, но я знаю, что мне Господь говорил, и как он исполняет этот план. Если не секрет, поделись. Когда я пришел в церковь, ну, начались простые шаги возрастания во Христе, и я просто себе сказал, я хочу Господь делать то, что ты мне говоришь, делать свою часть, а ты будешь делать мою часть. И первым моим шагом это был энкаунтер. Я поехал на энкаунтер, и каким-то сверхъестественным образом Господь в последний день мне дал картинку, дал мне видение, дал мне слово. Он сказал, что, что бы ты ни делал, просто не бойся, иди, и я вижу все твои мечты, вижу все твои планы, желания, и я исполню, главное, не бойся. И на тот момент я уже хотел служить в прославлении, хотя я вообще ничего не умел. Я даже не знал, ну, не знаю, как на гитаре струны называют, еще что-то. Но я просто хотел научиться играть на гитаре. И Господь мне сказал, дал, прям вот четко мне показал картинку того, как я служу. И это был наш храм, это был наш зал. Я видел, где я стою, я вижу, с кем я играю. Ну, знаешь, вот прям вот четко, вот прям как вот эта вот комната. И я думаю... Жесть. Да, жесть, жесть. И я, знаешь, она у меня в голове отпечаталась, и я как бы, ну, просто начал делать то, что... То есть это как бы у тебя, он дал тебе видение, и ты начал за этим видением двигаться, да, или как? Нет, 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 я просто начал монотонно, спокойно, скажем так, работать. Я, ну, блин, это просто. Приходишь на домашнюю группу, приходишь на воскресенье в церковь и репетируешь, все. Я делал вот это, вот это на протяжении примерно четырех месяцев. И раз там через... Ребят, это вам только что была дана инструкция, как стать лидером группы пославления. Первые шаги к тому, как стать лидером пославления. Ну, или так. И прошло три месяца, и я уже там немножко обжился в серве там, знал, как... Обжился. У кого брать ключ от репетиционный, знал, где гитара лежит, там... Нормальный репетиционный. И через три месяца мне в соцсети пишет наш координатор по пославлению. Говорит, Андрей, я хочу, чтобы ты послужил на одной из наших молитв через месяц. У тебя есть месяц, готовься. Вот ребята, которые тоже хотят служить, давай вот с ними готовьтесь. Я такой, блин, я же ничего не умею. Я вообще... Знаешь, какой стресс был? Вот этот месяц, это был просто месяц стресса. Я ничего не умею. Вообще никак. Вот представляешь? Проходит этот месяц. И вот он момент, когда нужно выходить. И я выхожу с этими ребятами тоже, которые абсолютно ничего не умеют, абсолютно неподготовленные. Мы выходим. Звучит, как и наша программа. Да. И представляешь, вот все то, что я видел тогда на инкаунтере четыре месяца назад, все в точности. Было так, как было там. И я стою, я взял эту гитару и я просто Богу, не знаю, чувства какие-то нахлынули, я просто был ему благодарен. И в тот же момент он мне сказал, я вижу все твои цели, я вижу все твои мечты и я могу это сделать. Просто доверься мне и не бойся. Иди. И с тех пор я иду и продолжаю. Хочется тебе пятюню дать, но мы пожили руки. Ты все говоришь про Бога. Кто он для тебя? Кто такой Бог для тебя конкретно? Я бы хотел сказать, что он все для меня, но я совру, потому что в моей жизни есть еще какие-то моменты, которые для меня также важны. Но Бог для меня тот, кто заполнил мое сердце, ту пустоту, которая была там. И я искренне благодарен, что он появился в моей жизни. Как он это сделал? Что это? Я не понял. Он пришел в мою жизнь, он дал мне семью, он дал мне моих друзей, он обновил мое мышление и вот как-то так. Какой самый запоминающийся нехристианский поступок, который ты делал? Когда ты сказал, точнее, задал вопрос, у меня, знаешь, какие-то глупые ассоциации в башке выскочили, там, знаешь, типа у родителей стиснул там денег из кошелька утром, пока они спят, не знаю, там на пончики не хватало в школе. Когда ты уже был верующим, было ли тебе стыдно, что ты верующий? Да. Когда? Когда я, допустим, пытался проповедовать своим друзьям, пытался проповедовать, но я чувствовал, что мне стыдно почему-то, не знаю, может быть, я был не укреплен, не уверен, ну, знаешь, иногда бывало стыдно, ну, типа там, это твоя вера, не вера, вот, верах православная, что ты можешь знать? Расскажи, вот такой чуть-чуть острый момент, православная вера для тебя и протестантская, чем она отличается, как ты видишь? Условно, у каждого направления есть просто своя обрядность, своя какая-то обертка, и мне нравится наша обертка, она мне очень близка, и я не говорю о том, что в православии нет верующих, верующие есть и там, ровно как и верующие есть и в нашем вероисповедании, суть одна и та же, Иисус, и если люди верят там в Иисуса, верят в Его чудеса, верят в Его силу, в Его сверхъестественные какие-то моменты в жизни, то почему нет? Здорово, мудрость, какое самое главное качество в человеке для исполнения его призвания? Верность. Почему? Не знаю, может быть, это мои жизненные кредо, и я вижу, как Господь в моей жизни действует. Мне нужно лишь быть верным, и я остаюсь им быть. Если ты откроешь Библию, не знаю, посмотри пример того же самого Давида, например, несмотря ни на что, через всю свою жизнь он остался верным, его сердце осталось верным, и мы видим, чего он добился. Это классно. Может ли человек попасть в рай, если он жил нечестивой жизнью и в конец подумал, что помолюсь молитвы покаяния? Может. Может. А знаешь, почему? Почему? А потому что в Библии об этом написано. Я почему-то думаю, что все, что вот эта вот вера, которую ты говоришь, это все сектантство, да? Расскажи про, ну, почему это не так? Что такое секта? А знаешь, вот про веру. Что такое вера? Ну, ты знаешь, что такое вера? Ну, она. Ну, да. Где-то там написано в Библии. Это же есть осуществление ожидаемого. И уверенность. И уверенность. И знаешь, почему я в это верю? Потому что я вижу, как Господь в моей жизни действует. Вот возвращаясь к тому же самому служению и прославлению, когда я пришел туда, ну, понятно, что у каждого музыканта должен быть свой инструмент. И на тот момент у меня не было инструмента. Я работал на работе, и я как-то подхожу к своему начальнику и говорю, Андрей Алексеевич, а я знаю, что вот у вас гитара есть, и вы на ней не играете. Вы не могли дать мне там на месяц поиграть? Ну, мне надо просто поучиться там песни порепетировать. Говорит, да, без проблем. И он мне ее просто подарил. Каким-то сверхъестественным образом я просто подошел, просто спросил, а он просто подарил. Как? Не знаю. Хорошая, кстати, гитара. До сих пор она у меня со мной, и я ее очень люблю. Пошел какой-то момент, момент определенного роста, и мне понадобилась еще одна гитара. А зачем? Чтобы, ну, кое-что другое играть. Христианское. И я молюсь Господь, говорю, дай мне гитару, вот хочу, вот мне нужна вот такая. И буквально там через какое-то время, я уже забыл про эту тему, мне просто нужна гитара. Я думаю, вот надо отложить денег, там, скопить, то есть все, пятьдесятые. И я что-то вечером дома сижу, ко мне брат приходит и говорит, слушай, Андрюха, тебе гитара нужна? Я говорю, конечно, что ты спрашиваешь? Сейчас все будет. На следующее утро мне приносят гитары, с вами офигенская гитара. Говорит, ты где ее достал? Да вон какого-то алкаша за бутылку пива выменил. Что? Может быть, это он мне так сказал, но я явно вижу в этом ответ какой-то от блога. Я думаю, что алкаш в этот момент тоже увидел. Да. Неудачно сравнение. И вот, и как-то... Слава богу, это круто. Какие ты можешь еще назвать моменты, когда бог действует, может быть, не в твоей жизни, но как ты видишь, просто, ну, я бы хотел точно убедиться. Слушай, ну, я знаю, что так или иначе наше поколение призвано для того, чтобы сделать что-то для бога здесь, в нашей стране. И мы сейчас развиваемся в служении, у нас много проектов интересных, мы там бегаем, класс, бегаем, служим молодежи, недавно мы устроили первый квартирник, и чудеса. Я знаю, что Господь, Он открыт для каждого сердца. Он открыт для каждого, так же, как и для меня, для тебя, для всех тех, кто находится здесь рядом с нами. Нам очень нужно просто не постесняться и попросить его о чем-то. И мы имеем огромные планы, там, видения, достижения, спасенные молодежь, там, знамя Иисуса Христа над Нижним Новгородом и Россией. И знаешь, такие наполеоновские планы. И я верю, что Господь нас благословляет шаг за шагом, день за днем, мероприятие за мероприятием. И я знаю, что через чудеса как раз-таки придет вот это изменение нашей нации, изменение нас. Я у тебя очень мало спросил, на самом деле, про родителей, но я думаю, что твое свидетельство, оно несколько даже более важное. Как ты думаешь, какой для тебя самый важный жизненный совет, который ты бы мог дать вот каждому человеку? Не бойся, будь верный, беги за мечтой и люби своих родителей. А ты любишь их? Люблю. Тогда давай передадим ему привет. Мам, пап, вы у меня лучшие. Спасибо тебе, что ты был с нами. Был рад. Мы рады тому, что ты послужил народу своим свидетельством. Мы благодарим Бога за то, что Он дал тебе дар. Может, помолишься за наших дорогих друзей? Да, без проблем. Давай. Господь, я молюсь за тех, кто смотрит эту передачу. Господи, прошу Тебя, благослови всякого. Господь, убери всякий страх, всякие сомнения. Во имя Иисуса Христа пусть милость и благодать Твоя будет с каждым. Аминь. Аминь.